Мы готовы начинать? Ага. Это... Это ещё не полный раунд первый, нет, нет. Меня зовут Саша. Сегодня у меня в гостях книгоблогер по имени Александр Чернов, также известный большинству из вас, как директор. Привет. Саша, как твой настрой? Очень грустно. Я вижу это по твоему лицу. Саша, кто будет начинать? Очень стыдно, знаешь. Уже заранее, да? Без матов сегодня, знаешь, без матов. Ну, конечно, конечно, не именно матов. А если вы что-то не услышали... Вам показалось. Совершенно верно. Саша, мы должны решить, кто будет первым. Давай я спрячусь от прятков, я не знаю. Давай, я спрячусь от прятков, я не знаю. Дальше будет искать. Ну, давай по старинке. Команай удары. Без колосс только. На три. Конечно, с ним. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ап! Местеренность побеждается. Кто будет первым? Ну ты начнёшь, да. Как ты начинаешь, знаешь, я уже... Нормально. Ну, перед тем, как мы начнём, друзья, правила. Ещё разок. Вместе со своим соведущим мы обмениваемся шутками. Раундов всего десять, с каждой стороны по десять шуток. Всякий раз, когда противник от наших плохих шуток возьмёт и засмеётся, этот противник получает очко. Оппонент, я бы сказал. Оппонент получает очко. И если у Саши будет больше всего очков к концу игры, то окажется так, что он проиграл. А если у меня окажется так, что слишком много, многовато, больше, чем у Саши, так сказать, очков, то проиграл я. Всё очень просто, главное размешить с плохой шуткой. Саш, ты готов? Одно очко осталось. Я обед. Мне кажется, хуже вообще без очков остаться. Так, первый раунд. Готов? Какую любимую... Серьёзно? Серьёзно? А, что ты говорила? Я выиграл. Какую любимую жанру? Интересный вариант. Так, первый раунд. Какую... Что? Очень интересно. Какой любимый жанр у Нонна Гришаева? Нонна Фикшн. Какая любимая книга у Дианы Шудыгиной? Максим Горький. На донышке. Неплохо. Мне понравилось. Скажешь, на дне, но на донышке это даже лучше. Да. Как это называется, когда в первый раз идёшь в китайский квартал и в первый раз снимаешь там проститутку? Китайское исследование. Ну, ты знаешь, книжка про питание. Да, да, да. Про питание. Ну, я типа проститутку пришёл, первый раз снял в китайский квартал. А-а-а! Действительно, да. Что ответит Раскольников, если его спросить, как заработать? Все говорят, а как? Как поднять бабла? Один на три топора. Ты думаешь, не плавно. Так, сам. Снимаю шляпу. Топора. А там, да. А там голова. Такие выплаты Эдвард Каллин ненавидит больше всего на свете. Ежемесячные. Кровь. Ну, ты понял. Он вампир. Да, и он как бы... Какую книгу больше всего ждут от Дарьи Донцовой? Последнюю. Хорошо. По такому популярному продовольствию, да, Александр? Да, да. Я понял. Сейчас будет немножко больно, но ты сам. Как связана книга всегда вовремя и большие груди твоей бывшей? И то, и другое миф. Ну, ты понял, да? Миф Мадрого земляка и миф. Я бы сначала шутки за... А-а-а. Я бы сначала шутки за рту, но он такой длинный. Думал, самое сильное, а вот Саша, да. Слишком чувство юмора. Надо простые шутки, знаешь, типа. Проще. Данцовая. Данцовая, да. Деда Шурыгина. Интеллектуальный. Ну да. Любимая книга Нико Выучича. Колобок. Хм. Ну, Луничич. Очевидно. Ну да. На поверхности. Но ничего. Да, да. Я старался. Ну, это видно. Это видно. Какой у Раскольникова любимый русский рэпер? Гарри Топор. Ну, неплохо, да? Да, Дедакова думали, да. А, там что-то есть? Да, такое же у тебя. У меня уже было. Не, ну, не про Гарри Топора. Ну, там тоже. Ну, ладно. За какую партию голосуют спящая красавица? Яблоко. А, это Белоснежка. Я перепутал. Это Белоснежка голосует за яблоко. А спящая красавица за Грудинина. Да. А, да, коммунистка, потому что, наверное, я не знаю. Понятное дело. Как называется новая книга про Олега Дерипаску? Двое в лодке, не считай рыбки. Литературно? Да, да, да. Почти смешно. И очень актуально. Ну, да. Злободневно, я бы сказал. Почти хайпово. Почему Ленина не выносят из Мозолея? Потому что лень. Батюнька, а вы неплохи. Ах, да. Комментарий, почему шутят на ней, а стыдно мне. Что общего у кошки, дважды плохо пошутившей про Захара Прилипина, и у сборника рассказов, вышедшего в 16-м году? Семь жизней. Ну, ты понял. Девять минус два, а как бы еще рассказ, и типа, ну, зачем ты шутишь про Прилипина? Ну, минус три жизни и семь. Девять? Девять? Это уже выше, будь и бачку, ну, знаешь, я плох. Ох, я только могу с... Ну, я старался, я старался. Да, да, да. Мне кажется, это главная фраза вообще, да? Это вы видите, ну, старался, что поделал. Сколько у Владимира Маяковских нужно, чтобы помять лампочку? Ни одного. Если лампочка не загорается, значит, это никому не нужно. О, твоя учитель селесиатурой была бы довольна. Да, простите. Генера. Потому что сбились все предсказания, я в кого-то превратился. Ничего, ничего не добьешься, говорила она. Ну, собственно, вот. Мирна Родионовна. Почему я поделал это? Что? Это не важно. Выпью с горя, где же кружка, да? Потому что Саша. С Александром. Какая любимая группа у Эдварда Кальмера? Блестящие. Польщик. Блестит, да. Где? Везде, по-моему. Ну да, но когда он блестит? Когда слушают группу «Блестящий» или когда «Месячный» у Беллы Смок. О, какие познания. Неплохо. Да, да. Отсылка к старой шутке. Ну да. Нет, я с ним проделась. Ладно. Какая любимая книга у Игора Синяка? Стивен Кинг. Худеющий. Вау. А кто маленький? Да. Неплохо. Ну, раз мы про Стивена Кинга, да? Да, да, да. Как называется книжка, которую Стивен Кинг никогда не напишет? Как перестать писать книги? М-м-м. Почему подростки любят ремарку? Потому что потеряно поколение. Неплохо. Да, это шутка где-нибудь... Ай, ладно. Четыре зрителя поняли, слышишь? Да. Такие влоу. Я ждал, что там будет... Можно вставить ремарку? Потому что она женщина? Данцовывать вставь. Ну, ты лучше. Потому что она женщина, да. А, ну, Эрик Морей, ну, понятно, что же. Какими тампонами пользуются фанатки Прилепина? Оби-те. Ну, ты понял, да? Потому что есть... Есть. Ты уж не объясняй все шутки, я понял. Ну, как бы, зритель тоже догадался. Обитель, да. Прекрасный роман, да. Это на самом деле, да, роман хороший почитайте, правильно? Это очень-то тяжелые вопросы. А тут какие-нибудь негодники берут и шутят про такие хорошие. Про прокладки. У меня две шутки осталось. Давай одну самую. Про Гитлера или про Навального? Про Гитлера. В каком году Алексей Навальный станет президентом? В 2018. Твоя лучшая шутка. Все нормально, нормально. Хорошо. Да, да, да. Да, да. Это было диплом. Это было диплом. Друзья, большое вам спасибо за просмотр. Саш, поделись впечатлениями, как тебе понравилось. Придешь еще шутить. И за что? Ну, за то искренне. Никогда. Друзья, еще раз диплом. Большое-большое спасибо за просмотр. Обязательно пройдите по ссылочке в описании на канал Саши. Там есть у нас и совместочки. Тоже ссылочки добавлю в описании. Посмотрите, зацените и обязательно на Сашин канал подпишитесь. Там порядком качественного юмора. И зачастую куда более смешные шутки, чем... И поставьте лайк, потому что в следующий раз будет смешно, возможно. Да, да. Друзья, еще раз спасибо за просмотр. Получайте знания, делитесь шутками. Всем пока. До свидания.